Ну и как вы у меня появились? Ну, на мой день рождения Громотей, правильно говорить, на мой день рождения На мой день рождения Мне написали родители, хочешь ли ты с собакой? Ну да, хочу В 9 часов вечера, когда мы отмечались с родителями день рождения Мне привезли тебя Я очень рад, блин Хе-хе-хе-хе-хе И чё потом? Маленький такой кусочек-кусочек Какашки? Бандита Хе-хе-хе-хе-хе У меня есть второе видео Уже в младенчестве я всем доказывал, что я злой и страшный серый волк На этом видео я также учу человеков правильно гавкать Гавк 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 Голос, да, голос Какой ещё голос? Я не пойму, кто кого учит Гавкай давай Гавк 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 Я тебя порву, заяц Зайди, когда я козельки, вот я ось поскакал И бандита повстречал Хе-хе-хе-хе А вот старинное видео о том, как я был на море Первый раз В общем, сначала я погрыз быки-поплавки А затем написал в море Вот чё вы ржёте? Чё, никто из вас ни разу не писал в море? Напишите об этом в комментариях Создадим группу морские ссыкуны Хе-хе-хе-хе-хе Короче, после того, как я сделал все свои дела Случилось то, после чего я сказал свою коронную фразу Для того, чтобы быть злобным волком, нужно постоянно тренироваться И сейчас я вам покажу секретное хосячье занятие на реакцию Короче, не знаю, как насчёт реакции Но мыло я точно наелся И да, человеки, вот эта штука, которая валяется на полу и похожа на какашку Это не моё Я вообще не знаю, что это Так, волчары, у вас чё, совсем инстинкт самосохранения отсутствует? Вы зачем меня кусаете? Вы что, не знаете, что я самый опасный зверь в нашей галактике? Да-да-да, бла-бла-бла Страшнее коржика зверя нет Я же очень опасный лис Я вас могу сожрать Но меня останавливают ваши подписчики Жалко их будет без блогеров оставлять Лопаухая сосиська, ты на самом деле уверен, что ты опасный зверь? Но вы же меня постоянно боитесь и кричите, что на вас напали ужасные коварные лисы Коржатинка, ну как бы тебе сказать помягче? Мы просто воспитываем в тебе дух бойца и придаём тебе уверенности Хе-хе-хе-хе-хе-хе Но сегодня наступил день твоего настоящего испытания Сегодня мы идём в наш любимый зоопарк и посмотрим на твою реакцию на настоящих диких зверей Вы чё во мне сомневаетесь? Я никого не боюсь, я там всех порву Ну-ну, а это мы как раз и посмотрим, жёлтая фигня Ну и кто там живёт в вашем зоопарке? Да-да, много кого И в большинстве своём это очень опасные звери Но если ты храбрый лис, то ты не должен их испугаться Бублик однажды тамошнего тигра даже за нос укусил Чё, серьёзно? Да, сейчас расскажу Вот только дам мелкой человечке себя погладить Ага-ага, вот тут чуть ниже, отлично Ну давай, рассказывай уже Ой, да там нечего рассказывать Я просто подошёл к клетке тигра и укусил его за нос И он тебя не съел? Ну как видишь, Бублик соживой и здоровый Ну тогда я тоже укушу тигра за нос И потом буду всем хвастаться Так, волчары, если вы будете постоянно останавливаться для того, чтобы вас выкладили цыпочки Мы так никогда до зоопарка не дойдём Ваша косоуха величь-то, мы не можем отказать цыпочкам Потому что мы кобели Хе-хе-хе-хе Папася, смотри, там мелкий кролик, давай его сожрём О, это и есть ваш тигр Его надо за нос кусать? Не, это какой-то лох с рогами Но укусить его можно, иди сюда, кусь Да ты охренел? Бум! Капец! Совсем волчары оборзели, нападают на мирных травоядных Ой, ну чё ты начинаешь? Нормально же общались, это мы коржику показываем диких животных просто Ага-га, они меня сожрать хотели Ой, они меня всегда сожрать грозятся Это они так шутят Слышь, лошара с рогами, как у вас тут дела? Как ты меня назвал? Ваня Чепёс Повтори Отец, это какое-то неадекватное животное, нечего с ним болтать Пошли на обезьян попялимся Здорово, обезьяни! Что, они как не можете в человеков превратиться? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе А они реально похожи на человеков, только волосатые Ты просто волосатых человеков не видел, они даже хуже обезьян Я никакая не обезьяна, я людь, я настоящий людь, но никто этого понять не хочет Все обезьяни шандарахнутые, правильно говорить не люди, а человеки, вообще русского языка не знают Ужас, а у этой обезьяны красная попа, он что, болеет? Да, это страшная болезнь, красножопость Хе-хе-хе-хе-хе Приду к тебе укушенным, укушенным, приду Приду к тебе укушенным, укушенным, уйду Местный поэт, что ли? А что у него там торчит? Так, Кожик, пошли отсюда, тебе еще рано это видеть И человеки реально платят деньги, чтобы на это посмотреть? Но мы же тебе всегда говорили, человеки очень странные существа Есть, че? Отстань от нас, наркоман несчастный Ничего не меняется, он вечно тут сигареты у посетителей просит А вот это, Кожик, олень Настоящий, красивый какой, привет, олень Привет, парни, как дела? Все нормально, как сам, вот приятно же с ежедневным животным пообщаться Это еще один лошара с рогами А вот самочка, без рогов А ну кыш отсюда, волосатые сосиски Я тебе сейчас покажу, кто тут сосиска, кусь тебя Кусь тебя! Лошары, у меня кожа как у слона Пойдем отсюда, парни, он мне не нравится О, это Рыси, здоровые кошки, давайте их дразнить Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Капец, вот это кошак, я его боюсь Ммм, правильно делаешь, еда, бойся меня Ужас, она меня едой назвала Текаем Во, смотри, Коржик, это твои сородичи, чёрные лисы, а вот и обычный лис. Ого, привет, мы с тобой так похуже, только ты худой, тут тебя не кормят? Нет, со мной всё в порядке, у меня просто такое телосложение. Коржик, я смотрю твои видосы, ты настоящий коварный лис, как и мы. Слышали, волчары? Только ты всё-таки немножко трус. Ничего подобного, я вон даже вот этого кошака не боюсь. Кстати, а кто это? Это Лев, царь зверей. Привет, Лёва, как дела, животные тебя слушаются? Привет, парни, всё в порядке, а кто это с вами? О, Ваше Величество, решите представиться для ваша коллега, Великий Корг Третий. Приятно познакомиться. Мишаня, привет, тебе передали от нас мешок с яблоками? Да, Бадюганчик, спасибо, очень вкусные яблоки, пришли мне ещё мешочек. Так, кто этого петуха выпустил? Слышь, лучше свали, а не то мы включим режим волка и тебе, капец! Спасите, помогите, на меня напали ужасные волки и лисы. Так, 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 а не ты ли там вкусненькая собачка, которая укусила меня за нос полгода назад? Ну да, это я. Чё ещё хочешь кошак вонючий? А вот сейчас обидно было, я вообще-то не кошак, а кошка. В смысле? Ты не тигр, а тигра? Да, я тигрица. Капец, ты цыпочка, и если я укусил тебя за нос, то ты в меня влюбилась? Я полгода ждала нашей встречи, и ты пришёл за мной, иди поцелуемся. Ну ладно, цыпочка, иди, я тебя поцелую. Ну я тебя в следующий раз заберу, у меня сейчас много дел. Я буду ждать. Бублик, это папа Дос, в тебя влюбилась тигрица. Ничего удивительного, это потому что я красивый рыжий волк. Только я тебя умоляю, Бублинца, не надо её домой приводить, она слишком здоровая. Хе-хе-хе. Милый мой Бублик, когда же ты придёшь в следующий раз? Я буду так скучать. Дорогая, прости, но я вынужден тебе признаться, что у меня есть Каролина, и я её люблю. Подлый изменник, ты только что со мной целовался. Папа, я предлагаю свалить отсюда по-тихому, вечер перестаёт быть томным. Ща, подожди, я с Леопёртом поиграюсь. Леопёрт, Леопёрт, бибибибиби. Я не понимаю этих хаски. Кто они кошаков не любит, то с ними целуются и играются. Мы забыли поздороваться с гигантской курицей. Гигантская курица, привет. Привет, здоровая курица. А, это вы, вонючие псы. Я с вами с прошлого раза не разговариваю. У вас что, мозгов не хватает понять, что я не курица, а страус? А вот тут чёрная лисица жила, которую мы вечно дразнили. А там сейчас живёт какой-то здоровый воробей. А у лисицы же какой-то лысый голубь парнем был. А я никуда и не делся, и я не голубь. Как по мне, так просто здоровый голубь. Ну что, бросила тебя твоя лисичка? Да, и жизнь моя теперь полна грусти. Рыжая сопля, если бы нас сейчас туда пустили, мы бы сожрали всех уточек. Это точно, папася. Я бы от уточки тоже не отказался. И напоследок пошли баранов попугаем. Здорово, бараны, гав. 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 О, почему они меня не боятся? Не переживай, коржатина, они же бараны, до них всё туго доходит. А ну вот, видишь, испугался он тебя и ушёл. Так это значит, что я на самом деле очень коварный, опасный зверь, и меня все боятся? Я прошёл ваше испытание. Скажись, папася, нам придётся опять ему соврать. Конечно, коржик, ты очень опасный зверь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Парни, идите сюда, тут младший человек кукухой поехал. Ага, сидит и ржёт, срочно вызывайте санитаров, сдадим его в психушку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Вот так, был нормальный младший человек, а стал дебилом. Вообще-то он всегда таким был, а сейчас-то он реально ку-ку. А может, надо ему помочь? Ну, может, какую-то таблетку дать? Интересно, а есть таблетки, чтобы кукуха не уезжала? Да никуда она не уехала, у меня всё на месте. Тут просто прикол такой, оборжёшься. Ага, он считает, что у него кукуха на месте, значит, она точно уехала. А я стесняюсь спросить, а что такое кукуха? Почему мы говорим, что когда кто-то сходит с ума, то у него кукуха поехала? О, хвостатая сарделька, это давняя история. Однажды, давным-давно, жили две стаи хаски. Папася, прекрати. Ты эту свою легенду постоянно рассказываешь, и она никакого отношения к кукухе не имеет. Да что такое эта кукуха, и почему она уезжает, когда кто-то с ума сходит? У каждого разумного существа в голове живёт маленькая птичка, кукушка. Если у тебя здоровый мозг, она сидит спокойно и тихенько. А если мозг заболел, то она собирает вещи и уезжает. Для кого вы грузите, вонючие волчары? Нет у нас в голове никаких птичек. Значит они уехали из вашей головы, потому что вы дибилоиды. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты сейчас получишь пенсии, никакие птички от нас не уезжали. И вообще, на чём они уедут? Ну как на чём? На маленьком паровозике. И на прощание скажут вам ку-ку. Вот почему мы говорим, что если кто-то совсем ку-ку, это значит птичка с ним попрощалась. Вы всё врёте. Я бы почувствовала, если бы у меня в башке жила птица. Даже если предположить, что она там жила. Что она ела? И извините, куда какала? Хе-хе-хе-хе. Туда и какала, где жила. Короче, теперь, когда мы всё выяснили про ку-куху, надо спасать младшего человека. Вот прикол, вот прикол. Он таким на всю жизнь останется теперь. Надо ему новую ку-куху найти и в голову засунуть. А где мы найдём эту ку-куху? Их что, продают в магазинах? Нет, ну её можно заказать в интернет-магазине ку-кух для головного мозга. Да хватит нас разводить. Никаких ку-кух не существует. Нигде они не продаются. Но это же надо было выдумать ку-куха для головного мозга. Да честность наша с папасей второе имя. Вот, если не верите, спросите у младшего человека. Ну ок, младший человек, прекрати ржать и ответь нам на вопрос. Правда ли, что у тебя в голове жила маленькая птичка ку-куха? И правда, что ли, что она от тебя уехала? Парни, что вы у меня за всякую фигню спрашиваете? Я тут просто прикольный мем нашёл и ржу с него уже полчаса. Ага, волчары, съели. Нет у него никакой ку-кухи и не было. Ну здрасте. Для особо тупых лопаухих гномиков. Ку-куха уезжает, когда кто-то сходит с ума. На племени младшего человека видно, что он сошёл с ума. Потому что он отрицает существование ку-кухи. Бандит, да хватит грузить уже коржата, то они реально тебе поверят. Парни, ни с какого ума я не сошёл и никакая ку-куха от меня не уезжала на маленьком паровозике. Ага, вот видите, откуда он знает, что она всегда уезжает на паровозике. Вот вам и доказательства. Вообще-то я прекрасно слышал, как вы тут кексы и коржика пытались развести. А смеюсь я сейчас с реально прикольного мема. Он сейчас дихо популярен. Если вы его тоже увидите, то тоже начнёте смеяться. Ты уверен? Боюсь, что у меня истократическое чувство юмора. И я не буду ржать с каких-то тупых приколов. И я тоже. Мы королевские корги, а не быдло-хаски. Из тупых приколов вершём. За быдло-хаски я тебе потом бошку откушу кекс. Ладно, младший человек, показывай свой самый крутой прикол, от которого мы должны надорвать пузяки от смеха. Ну вот, смотрите. Видели, какая у него походка? Он весь такой важный. А что в ней смешного? И вообще, кто это? Ну что, ну это же доктор Ливси из острова сокровищ. Он всё время ржёт и вот так вот ходит. Да, всё намного хуже, чем я думал. От нашего человека уехала не одна, а сразу все кукухи. В смысле? Этих кукух целая толпа? Ага, младший человек, ты окончательно спятил. Ты смеёшься с какого-то древнего мультяшного чувака. Не, ну вы реально посмотрите, он ходит такой весь важный. Его сейчас все в мемасиках используют. Походу, мы безнадёжно отстали от интернетовской моды бубленцы. Ага, папася, вместо того, чтобы делать мемы с нами, все делают мемы с этим дурацким типчиком из мультика. Я, если честно, тоже не понимаю, почему он вдруг стал популярным? Он что, популярнее меня? Самого крутого чёрного лиса? Ужаса летящего на крыльях ночи? Глядя на то, как грыжёт с него младший человек, видимо, да. Ну или тут есть ещё вариант, что весь мир сошёл с ума и произошёл массовый отъезд кукух на паровозике. Хе-хе-хе-хе. Да вы ничего не понимаете. Доктор Ливси реально крутой и популярный. Да, весь мир точно сошёл с ума. Всем нравится какой-то несуществующий персонаж. Блин, а если бы он реально существовал, то я бы хотел с ним потусить. Мы бы вместе с ним вот так вот ходили. А потом бы я с ним сфоткался и стал бы таким же популярным, как он. Не, нормально. То, что тебя вся страна знает, потому что ты снимаешься на наших каналах, это для тебя не популярность. Это вообще вопиющееся негодяйство. Такого подлого коварства можно было ожидать от Коржика, но не от тебя, младший человек. Кстати, а я коварный. Коржик, да погоди ты. Тут у нас младший человек совсем оборзел. Он считает популярными не нас и себя, а какого-то дурацкого доктора Ливси. Сами вы дураки дурацкие. А доктор Ливси крутой. Эх, вот бы мне с ним познакомиться. Кто это бы мог быть? Пойду открою. Доктор Ливси? Ха-ха-ха-ха. Ну привет. Ха-ха-ха. Я тут проходил мимо, решил к вам зайти. Это же ты, Тимофей, хозяин этих собачек с Ютуба. Ха-ха-ха-ха-ха. Офигеть, он меня знает. Да, это я. Ха-ха-ха-ха. Ну так что, можно войти? Конечно. Проходи, пожалуйста. Зашибись. Оказывается, этот чувак существует. Слышь ты, мультяшная чучела, ты зачем к нам приперся? Ха-ха-ха-ха-ха. Фу, какие вы грубые. Я пришел, чтобы сделать очень важную вещь. Я хочу стать самым популярным персонажем в истории. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну а мы тут при чем? Тебя и так почти все знают. Вон, наш младший человек вообще твой фанат. Я не могу потерять своим глазам. К нам в гости пришел легендарный доктор Ливси. Так что ты тут делаешь? Нас хочешь о чем-то попросить? Ха-ха-ха-ха. Какой умный Корги. Ну конечно. Я хочу, чтобы вы больше никогда не выкладывали ролики на Ютуб и удалили свои каналы. Ха-ха-ха-ха-ха. Чего? Ты совсем офигел пиратское недоразумение? С какого перепугу мы должны удалять свои каналы? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну просто вас перестанут смотреть, и тогда я стану самым популярным персонажем. Все будут любить меня и... Ха-ха-ха. Уважать. А сейчас... Ха-ха-ха-ха. Вы преграда на моем пути к всеобщей славе. Ха-ха-ха-ха-ха. Не, ну вы видели какой нахал. Парни, короче, чай я побыстренько ему наваляю и выгоню из квартиры, и пойдем сериал про собачек смотреть. Ха-ха-ха-ха. Какой наивный лопоухий щенок. Неужели вы не заметили, что у меня глаза красные? Ну заметили, конечно. Я лично подумал, что это из-за того, что ты бухаешь. Ты же пират и постоянно пьешь ром. Да как вы с Митей общаться так с нашим гостем? Вы слышали, что он сказал? А ну быстро удаляйте свои каналы. Капец. Этот ворот что-то сделал с младшим человеком. Он реально стал его фанатом. Это что, из твоих красных глаз вонючая мультяшка? Ха-ха-ха-ха. Ну конечно. Это моя мультяшная магия. Любой, кто посмотрит мем со мной, становится моим слугой и фанатом. Ха-ха-ха-ха. Но если потом посмотреть любой ролик с ваших каналов, то этот эффект пропадает. Так вот в чем дело. Наша хосячая коржачья магия это лекарство от его жуткой мультяшной магии. Короче, парни, перед нами еще один дебилой чудовище, который хочет захватить мир и для которого мы как кость в горле. Зато я чудесно порабощаю людишек. Ха-ха-ха-ха. Ну-ка, Тимофей, покажи собачкам, как надо правильно ходить. С удовольствием, у великий доктор Ликси. Это лютый кринж. Да уж, к такому меня жизнь не готовила. Ну как, у меня получается ваша походка? Ну конечно. Ха-ха-ха. Молодец. А теперь пусть сами собачки правильно походят. Ты чего делаешь? Младший человек, я не хочу ходить, как этот придурок. Я не хочу, чтобы надо мной все ржали. Спасите, помогите. Мне маленького щеночка Корги заставляют ходить, как мультяшного мужика. Ха-ха-ха. Это только начало, Ванючие псы. Это только начало. Ха-ха-ха. Слышь, ты гнусная мультяшная скотина. Оно быстро расколдует младшего человека. Иначе мы за себя не ручаемся. Мы таких, как ты, и знаешь, где вертели. Если ты не расколдуешь младшего человека, то мы применим к тебе хосячую и коржачью магию. О, нет. Ха-ха-ха. Напугали ежа голой задницей. Если вы только попытаетесь ее применить, ваш Тимофей, ха-ха-ха, так и будет ходить всю жизнь. А мне нравится так ходить. Вы должны удалить свои каналы, и тогда мы с доктором Ливси станем самыми популярными блогерами. Парни, мы в тупике. Эту гадину на испуг не возьмешь. Смотрите, как он качественно заколдовал младшего человека. И нафига он смотрел эти мемы? Может, давайте грохнем уже его? Я могу превратиться в Мега Тейлза. Ха-ха-ха. Ну вы что, тупые? Неужели вы не поняли, что если меня уничтожите, то мое колдовство никуда не денется? И ваш младший человек останется таким навсегда. А вот и дулечки-пердулечки, так не бывает. Мы когда убиваем монстра, то сразу же пропадает его магия, и все наложенные заклинания исчезают. Вот именно. Все, парни, хватит это терпеть. Мне надоело смотреть, как младший человек тут мультяшит. Хасямба-масямба. Стой, рыжая сопля. А если этот мультяшка прав, и его магия не исчезнет? Конечно, я прав. Вы хотя бы раз имели дело с мультяшной магией? Ну, если честно, нет. И я не думаю, что она отличается от других магий. Ха-ха-ха. Так вот, знаете, мультяшная магия не исчезает даже после смерти героя. Именно поэтому все мультики так популярны. А, пофиг. Коржик, ты зря меня остановил. Надо закончить хосячье заклинание. Но если Татли все прав, то нам придется потом всю жизнь смотреть на эту дурацкую походку младшего человека? Ой, ну и что? Зато мы будем на него лапой показывать и ржать. Но он же с такой походкой никогда не сможет познакомиться с Типочкой. Прикиньте, если он вот такой важный к ней подойдет, она его сразу отошьет. Это же лютый кринж. Хвостатая сарделька прав, гублинца. Нам придется подчиниться. Нельзя допустить, чтобы у младшего человека не было цыпочки. Ладно, Тетцу ломал. Ну так что, вонючий доктор, если мы удалим свои каналы, ты расколдуешь нашего младшего человека. Ха-ха-ха-ха. Ну, конечно. Но раз вы сдались, то сначала я над вами немножко поиздеваюсь. Это подлое коварство. Мы согласились на твои условия и готовы удалить свои каналы, если ты расколдуешь младшего человека. А я ковар не тебя в 300 раз. Ха-ха-ха-ха. Так что у меня новые условия. Вы все должны научиться ходить, как я. Тимофей, первый на очереди бандит. Капец, что творится, собаки добрые. Меня учат походки придурочного мультика. Спасите, помогите. Младший человек, когда тебя расколдует, я сам тебя заколдую и превращу в какашку. А теперь пусть в моей походке научится Бублик. Как скажете, о великий доктор Ливсе? Это вопиющееся негодяйство. Парни, мы ж никогда не сдаемся. Почему мы сдались сейчас? И каналы должны будем удалить, и еще должны терпеть вот эти издевательства. Пока не научитесь ходить, как я, я вашего Тимофея не расколдую. А может ты нам покажешь, как правильно ходить? А то мы собаки не образованные, и твой мультик не смотрели. Как не смотрели? Остров Сокровищ – самый крутой мультик всех времен и народов. А вот так. Нам не разрешают телек смотреть. Говорят, что там одну фигню показывают. Тогда смотрите, вот как надо правильно ходить. Вот так плечи разворачивать. Ну что тут сложного? Это только у меня глюки, или этот доктор Ливсе немножко уменьшился? Что? Что такое? Почему я уменьшаюсь? Доктор Ливсе, я понял. Вы теряете популярность. Вы что, перестаете быть трендом? О нет! А ну срочно достань свой телефон и начни смотреть мем со мной! Офигеть, парни! У меня возникла идея! Извините, доктор Ливси, можно перед тем, как мы снова начнем учиться вашей походке, мы сходим в туалет? Ха-ха-ха-ха-ха! Ну конечно, это вы правильно придумали. Пописывайте, а потом меньше плакать будете, когда будете свои каналы удалять с ютюба. Стоп! А вы что, разве не на улице это делаете? Нет, что вы, что вы! Мы же домашние собаки. Правда, мы до унитаза не дотягиваемся и делаем все свои дела в душевой кабинке. Парни, пошли! Итак, совещание объявляется открытым. Что ты придумал, отец? Или у тебя, как обычно, нет идей, и мы реально сюда пришли, чтобы пописать в кабинке? Лопухи, гномик, не умничай. Итак, как вы заметили, после того, как мы сказали, что не смотрели мультик про этого доктора Ливси, он сразу уменьшился. Ну да, а потом младший человек посмотрел мем с этим доктором Ливси, и он увеличился. Ну так вот, а что если все наши хосята и коршата посмотрят этот мем? И что это даст? Он наоборот станет еще мощнее. Не мощнее, а больше. Что если он станет настолько большим, что просто лопнет? А если нет, и мы, получается, создадим новое огромное чудовище размером с мать-мегафон? Ну блин, я хоть что-то предлагаю. Мы не можем пойти на его условия. Ладно, папася, давай попробуем. Раз уж мы на моем канале, то я ставлю этот дурацкий мем в углу экрана. И пусть наши хосята и коржата на него смотрят. Посмотрим, что из этого выйдет. О-хо-хо-хо-хо-хо! Ого! Я становлюсь все более популярным. Смотрите, как я увеличился. О-да, доктор Ливси! Вы станете самым популярным персонажем в мире! Парни, смотрите, он растет! Мой план действует! Надеюсь, что у нас все получится. Что? Это ваш план? Доктор Ливси, посмотрите, что эти собаки сделали. Они повесили в угол экрана мем с вашей походкой. Мы очень рассчитываем на то, что ты станешь большим и лопнешь! Ах, вот почему я расту! Ха-ха-ха-ха! Ну что ж, собаки молодцы! Вы сделаете меня мега популярным! Я стану огромный, как великая мать-мегафон! Я стану круче сиреноголового! И я не лопну! Ха-ха-ха-ха-ха! На этот раз вы сами себя перехитрили! А еще вы забыли маленький пустячок! Какой еще пустячок? Вы вообще на что надеялись? Думали, что я лопну? Но я же вам объяснил, что даже в этом случае заклинание, которое я наложил на Тимофея, будет действовать! Капец! Как я мог так лопухнуться? Я совсем об этом забыл! Поздравляю, Тед, ты балбес! Короче, я выключаю этот дурацкий мем! Блин, а мы тоже хороши! Обрадовались этому плану! Да уж, мы проиграли, парни! Нам придется пойти и удалить наши каналы на ютюбе! Но ничего, мы сделаем новые и попросим наших подписчиков на них подписаться! Вот единственная нормальная мысль! Только набирать подписату, ха-ха-ха, вы будете долгой! Ха-ха-ха! За это время я стану самым популярным и вы меня уже никогда не догоните! Я не могу поверить! Нас победил какой-то мультяшка! А теперь пора сделать из вашего Тимофея настоящего пирата! Ха-ха-ха-ха! Он будет мне помогать становиться популярным! Ха-ха-ха! Потому что сам будет таким! Ха-ха-ха! Ну что, ты готов стать пиратом? Конечно, я готов, доктор Ливси! Ой, что случилось? Я что, стал капитаном Джеком Воробьем? Офигеть! Да, теперь меня точно все будут знать! Все будут брать у меня интервью, и я стану самым популярным персонажем в мире! Ха-ха-ха-ха-ха! Ага, доктор Ливси! Ваша популярность выросла так же, как и вы сам! Я стесняюсь спросить младший человек, а чего это ты из Джонни Деппа, а вернее из капитана Джека Воробья снова стал младшим человеком? Ну, великий доктор Ливси решил вернуть мне мою внешность! А он объяснил, зачем он это сделал? Если бы я был на месте этой огромной мультяшки, я бы тоже так сделал, потому что я очень коварный! Точно! Он сделал из младшего человека снова младшего человека, потому что не хочет, чтобы младший человек стал популярным! Да что вы такое говорите? Это неправда! Этого не может быть! Доктор Ливси дал мне слово, что я стану популярным! А почему он вернул мне мою внешность, я не знаю! Ну, может, потому что я и сам по себе красивый! Хе-хе-хе! Ага, красиво, как кобыла сивая! Тебя обманули, лошара! Не будет у тебя никакой популярности! Капец! Как можно верить в слово у какой-то вонючей мультяшки! А еще ты нас предал, младший человек, а мы еще считали тебя своим другом! Брателло, ну что ты начинаешь? Мы же знаем, что сейчас младший человек заколдован мультяшной магией! И мы не можем его расколдовать! Эй, слышь, как там тебя, Тимофей? Эти псы уже свои каналы удалили! Пока нет, но я их сейчас заставлю! Ну все, говорите своим хосятам и коржатам, что ваша карьера на ютубе закончилась! У вас есть 5 минут, чтобы удалить свои каналы! Я эти 5 минут лучше потрачу на разговор с тобой, младший человек, потому что я не хочу расстраивать моих зрителей хосят! Ты все-таки подумай над тем, почему доктор Ливси вернул тебе твое настоящее лицо! Я это даже обсуждать не хочу! Значит, так надо! Я верю доктору Ливси! Ну а нам ты веришь? Неужели у тебя не осталось никаких чувств к нам? Мы же твои любимые собаки! Вот скажи, ты нас хоть немножечко любишь? Ну, немножечко люблю! Тогда дай нам эти твои 5 минут на то, чтобы придумать план по спасению тебя и наших каналов! Не надо меня спасать! Ради того, что у нас было, я так и быть дам вам время, чтобы обсудить план! Только он все равно не сработает, потому что доктор Ливси отныне мой повелитель! И не вздумайте придумать что-нибудь, что может ему повредить! Понятно? Да за кого ты нас принимаешь? Мы же честные псы! Мы ничего плохого не будем придумывать против твоего любимого доктора! Ладно, я пошел в свою комнату, но вернусь через 5 минут, чтобы проверить, как вы удалили свои каналы! Короче, парни, есть у меня одна идея! Мы не можем повлиять на этого мультяшку, потому что мы не обладаем мультяшной магией, так? Ну так, и что нам это дает? Ну, значит, нам надо где-то раздобыть этой мультяшной магии! Брателло, ну ты совсем ку-ку! Где мы ее возьмем? Метнемся на рынок и попросим нам продать ведро мультяшной магии? Так, стопе! Из всех нас только один был в мультяшном теле, и это мой папася-бандит! Точно! Бублик, ты гений! У меня осталась способность превращаться в мультяшного бандита! Ты думаешь, если я стану мультиком, то у меня появится мультяшная магия? Вот именно! И ты сможешь расколдовать младшего человека! У меня идея получше! Мы должны сделать так, чтобы мультяшный бандит стал популярнее этого доктора Ливси! Точно! И тогда он уменьшится в размерах, и мы сможем ему навалять! Но если я стану популярнее этого доктора Ливси, я же сам начну увеличиваться в размерах! Папася, у тебя мозг старикашки! Мысли прогрессивнее! У тебя будет и хосячья, и мультяшная магия одновременно! И ты сможешь сдерживать свой рост! Ну, Бублик, ну голова! Ты реально гений! А еще мне понадобится вся мощь наших хосят! Хосята, как только я превращусь в мультика, вы должны будете написать в комментах, Так что я самый популярный персонаж в мире! Только вместе мы сможем победить этого огромного доктора Ливси! Ну че, хосята, погнали! Срочно пишите комментарий, а я попытаюсь расколдовать младшего человека! У нас проблема, папася! Мы же не знаем ни одного заклинания на мультяшном языке! У меня идея! Пенсия, попробуй просто говорить бла-бла-бла-бла! А я включу на телефоне всякие мультяшные звуки! Это дурацкая идея, Протелло! Это не похоже на заклинание! В мультяшном мире все дурацкое, так что это может сработать! Давайте попробуем! за-за что такое почему я уменьшилась я что теряю популярность но это же невозможно Офигеть! Это работает! Коржата, не забывайте писать в кометах, что бандит самый популярный пёс в мире! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Надо этого урода Ливси, как только он уменьшится до нужных размеров, снова к нам в квартиру переместить! О, сейчас как раз самое время! Хосямба-мосямба, доктора Ливси сюда перемещамба! Что происходит? Почему я уменьшился? Что? Бандит стал мультяшкой? Хе-хе-хе-хе! Что, не ожидал мультяшная твоя морда? Сейчас мы ещё тебя уменьшим! Хосята, давайте поднажмём! О, нет! Я вышел из моды и выпал из трендов! Меня победил какой-то пёс Хаски! Горе мне горе! Тимофей, срочно иди сюда! Спаси меня! Блин, как башка болит! Меня что, заколдовали? А, я вспомнил! Меня заколдовал вот этот мультяшный доктор! Ты что, хотел, чтобы я предал моих псов? Дулечки-пердулечки! Да уж, никто не ожидал такой развязки! Жуть! А нам теперь всё это придётся тут убирать! Капец! Вот и спасай после этого мир! А тебя потом убирать заставят! Хосята, спасибо вам за помощь! Вы у нас самые лучшие! Ладно! Я пошёл превращаться обратно в пса! А вы поставьте лайк, если вам понравилось это видео! Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok